Когда солнце садилось, священный лес племени Зулу окутывался глубокой тишиной. Тени высоких деревьев падали на землю, залитую красным светом. В этом лесу жил парс, обладавший мистическими способностями. Местные жители называли его Инканьямба, что означает «змеиный хвост-точка». Его глаза были красными, а перья черными на фоне ночи.Однажды Сифо, молодой охотник, решил поохотиться на Инканьямбу. Легенда гласила, что это существо носило в своем сердце большой драгоценный камень. Сифо храбро вошел в лес и выследил Инканьямбу. Однако он не знал о последствиях этой охоты, точка преследуя Инканьямбу, Сифо почувствовал странный мрак в глубине леса. Жужжание ветра звенело в его ушах, как призраки убийств. Следы парсов были покрыты кровавыми следами. Сифо еще больше ускорился, чтобы поймать свою добычу точка однажды ночью, при свете луны, Сифо нашел Инканьямбу. Глаза парса сияли, как красный огонь. Сифо вытащил стрелу и поразил цель. Однако тело Инканьямбы исчезло и испарилось в воздухе. Сифо отступил в замешательстве, и испуги точка Сифо вернулся, как охотник, несущий проклятие Инканьямбы. Каждую ночь в мрачном лесу он искал призрака парса. Убийства участились, жители деревни начали жить в страхе. Сифо был готов на все, чтобы завладеть сердцем Инканьямбы точка, однако это путешествие мести медленно истощало его душу. Его глаза покраснели, а перья покрылись черными. Сифо больше не был человеком. Он был частью проклятия Инканьямбы точка, однажды Сифо заручился помощью шамана, чтобы разгадать секрет священного камня. Шаман рассказал ему об истинной силе драгоценного камня в сердце Инканьямбы. Этот камень был как дека, ключ к поддержанию баланса между жизнью и смертью точка Сифо видел призрака Инканьямбы в последний раз. На этот раз он поговорил с ней. Глаза парса все еще были красными иемой, но на этот раз вместо гнева была печаль. Я тоже когда-то был человеком, сказал он. Я стал таким из-за своего проклятия, амбиций и жажды мести точка. Сифо украл драгоценный камень из сердца Инканьямбы. Однако сила этого камня начала истощать его. Теперь он тоже был призраком. Со временем за ним придет другой охотник. Проклятие продолжалось в бесконечном цикле точка Сифо решил продолжить расследование, чтобы разгадать секрет священного камня. Согласно рассказу шамана, сила этого камня использовалась для поддержания баланса природы. Однако амбициозные охотники и люди, полные жажды мести, нарушали этот баланс точка однажды Сифо снова увидел призрака Инканьямбы. Глаза парса все еще были красными иемой, но на этот раз вместо гнева была печаль. Я тоже когда-то был человеком, сказал он. Я стал таким из-за своего проклятия, амбиции и жажды мести точка. Сифо приблизился к Инканьямбе. Мы должны положить конец этому циклу, сказал он. Используя силу камня, мы можем восстановить равновесие точка. Призрак парса улыбнулся ему. Может быть, ты последний охотник, который может разрушить это проклятие, сказал он. Но помните, что каждое действие имеет последствия точка. Сифо восстановил равновесие, используя драгоценный камень в сердце Инканьямбы. Однако это действие стало его концом. Теперь он тоже был частью бесконечного цикла как призрак, а священный лес племени Зулу все еще тихо ждал. Призрак Инканьямбы ждал нового охотника. Проклятие должно было продолжаться вечно.